Понедельник, самый разгар учебного дня, но здесь сегодня занятия не проводятся. Мы на четвертом этаже школы номер 7. С наступлением оттепели по всему периметру здания, начала протекать крыша. К нам в редакцию обратились обеспокоенные родители. На этом этаже занимаются старшеклассники и учиться приходится во влажных помещениях с прогнившими потолками. При положительных температурах сверху буквально льется вода. Как только поднимается столбик термометра, тает снег, начинается сбор ведер по всем кабинетам, краска облупляется, мы в этих кабинетах занимаемся. Капает прямо в тетрадь. Лично я боюсь плесени, так как от нее можно заразиться воздушно-капельными болезнями. С этой проблемой в школе впервые столкнулись в декабре прошлого года. Перепады температур привели к образованию на чердаке конденсата. Сама же крыша целая. Как нам сообщила директор, с субботы этаж для ребят закрыт. Это четверть всех кабинетов. В школе учится более 700 детей, поэтому пришлось откорректировать учебное расписание. Шестые и седьмые классы выведены на вторую смену. Но ни одного занятия не пропущено. Все учебные занятия, программа выполняется в полном объеме. Здание уже более полувека. Проблема, как оказалось, возникла не из-за кровли, а из-за уменьшения слоя теплоизоляции. Несколько лет назад в школе провели ремонт, установили новые потолки. Теперь на утепление чердака и приведение в порядок фасада по заключению комиссии требуется более 800 тысяч рублей. Эту школу включили в городскую программу «Комплексная безопасность образовательных учреждений», по которой и выделят необходимые средства, когда погода позволит заняться ремонтом. Да, сейчас самое главное – это соблюдение этих мер безопасности, которые организованы в образовательном учреждении. Это первое. А второе – как только будет все просушено, мы сразу будем приступать к этим работам. То есть, как только закончатся перепады между холодной погодой и теплой погодой, то есть погода установится положительной, мы сразу начнем работать. Пока же до наступления тепла сделать ничего попросту невозможно. Она избавится, но не от самой проблемы, а лишь от ее последствий удастся, только если столбик термометра до конца этой зимы больше не будет делать резких скачков. Татьяна Колосова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.